Приветствую вас. Я в общем и в целом согласен со своими коллегами, согласен с тем, что они вам написали. То есть я думаю, что вам и мотыгу свою нужно повышать. Я думаю, что вы боитесь остаться одна. И я также думаю, что нужно работать над претензиями, которые есть у вас к нему и у мужа к вам. Потому что без этого невозможно будет что-либо решить именно вам. Тем не менее, я разберу ваш текст, попробую его разобрать и посмотрим, что у вас произошло. Что у вас случилось? Итак, мы с мужем живем три года. Было много измены с его стороны. Ну вот смотрите, измены были с его стороны. Это первое, с чего вы начинаете говорить. Измены. Как и почему произошли эти самые измены? Как и почему произошла первая измена? Как вы на нее отреагировали? На измены вы? То есть как ее восприняли? Как отреагировали на нее? Что сделали? Что дали понять мужчине? Да? И так далее. Вот. Это первое. Потому что я полагаю, что именно с этого, вот, с того, что ваш муж изменил вам первый раз, именно с этого, и начались проблемы ваших отношений. То есть, ну, именно вот с этого. То есть вы не отреагировали должным образом на его измену, вы не показали мужчине, например, что с вами, допустим, так нельзя. Вот. Вы, возможно, проявили слабину, да, там где-то как-то в чем-то. Вот. И, соответственно, ситуация закрепилась. То есть мужчина понял, что так можно. С вами. С вами. С вами. Так можно. То есть, конечно, понятно, что нельзя с вами. Так. Вот. Но он, вот, воспринял это так, что можно. Потому что вы не отреагировали должным образом. Соответственно, здесь к вам возникает вопрос. Из-за чего были измены тогда? То есть три года, в принципе, срок небольшой для отношений. Вот. То есть, ну, три года вы были с мужем вместе, да, и, в общем-то, это, ну, понятно, что есть через трех лет, да. Ну, вот. Но я так думаю, что вы вместе больше немного. Я так думаю, что вы не три года именно встречаетесь, а больше, скорее всего. Вот. Ну, соответственно, здесь нужно вот разбираться. То есть, почему он изменил, что его не удовлетворило, или не удовлетворяло. И почему вы его измену приняли. Это первое. Дальше. Но все как-то урегулировалось, пишите вы. То есть, все взяло, да, и само урегулировано. Не очень понятно. Такие проблемы, они обычно сами не урегулируются. Они сами не исчезают. Ну, сами по себе. Они не исчезают. С ними работают. У них есть причины. У них есть, как бы, основания. Обстоятельства есть, которые к ним привели. А у вас, получается, такая история, что вот что-то произошло, да. Измены. Были измены. Вот. И, соответственно, вы там, ну, например, ничего не делали, да. То есть, ну, никак этот вопрос не решили. По крайней мере, так получается, исходя из вашего текста. Потом все как-то само собой урегулировалось. И вы, ну, думали, что так будет всегда. Ну, согласитесь, довольно, такая, несколько наивная позиция. Потому что, ну, и Жора повторил, как бы, проблемы, да, они не исчезают сами по себе. Проблемы нужно решать. И тут у меня к вам только один вопрос. Вот. Вот. Если вы не хотели проблему решать, не хотели понимать, почему, ну, почему мужчина так поступал, то этого тоже были причины. И я хочу знать, что это были за причины. Это важно для понимания проблемы вашей. Что были за причины, которые позволили вам судьбу своих отношений отдать на такое, довольно, может быть, знаете, неподконтрольное, бесконтрольное течение обстоятельств. Дальше. Потом опять он начал переписываться. Я нашла эту переписку и ушла. Но он вернулся. Так. Потом опять он начал переписываться. А почему начал переписываться? То есть, вот. И для чего начал переписываться? Ну, вот как он сам объяснял это? Ну, нашли его переписыву. А, ушли-то зачем? Почему ушли? И если вы его любите, как вы говорите, если он вам дорог, как вы говорите, то не уходить надо. А искать причины, ведь если мужчина, ну, вот так вот себя ведет, значит, что, ну, наверное, у этого есть какие-то основания, как вы думаете, а помогает ли уход или уходы разрешить проблему? Далее. Вы пишите, на мой взгляд, такую важную вещь, как то, что он вас вернул. Простите, но вот здесь, конечно, очень важный момент. То есть, если вы говорите, что мужчина вас вернул, значит, что? Что вы, как бы, ответственности за это не несете. Где вы в этой ситуации? Вы хотели, чтобы вас мужчина возвращал? Значит, он вас не вернул. Значит, вы вернулись. Понимаете, какая штука? Если вы говорите, что он вас вернул, вы, как бы, снимаете с себя ответственность. Никто никого не возвращал. Мы хотели, вы вернулись. Понимаете? Вот. То есть, здесь я бы очень хотел, чтобы вы, значит, взяли на себя ответственность за то, что с вами происходит в жизни. Потому что, вот, ну, пока, как это видится мне, с этим есть проблемы. Некоторого рода. То есть, вернул. Я ушла. Вот эти вот такие вот поведенческие триггеры, они не способствуют тому, чтобы отношения развивались, ну, естественным образом, к сожалению. Вот. То есть, вот здесь ситуация вот именно такая. Так, в крайней мере, она мне видит. Исходя из того, что вы написали. Дальше. Он вернул, обещал, что больше не будет. Ну, хорошо. Обещал, что больше не будет. Так, а вы поняли, из-за чего он это делает или нет? Он обещал, что больше не будет, а вы поверили, что больше не будет. А куда, куда, по вашему мнению, он должен был девать свои потребности, которые у него были, которые никуда не делись? Ну, хорошо, он пообещал. Ладно. Молодец, что пообещал. А потребности-то куда? Как быть потребностями? Они же, они же, ну, не могут просто исчернуться. Думали ли вы об этом? Задумывались ли вы об этом? Когда он вам обещал? Работали ли вы над отношениями своими в тот момент, когда, ну, когда у вас все было относительно нормально? В общем, вопрос. И что-то мне подсказывает, что нет, не работает. Ну, раз. Все получилось так, как получилось у вас. Дальше прошло около месяца, пишите вы. Ко мне он как раз еще относился, не ругались. То есть, опять вот вы здесь говорите, мы, мы не ругались. То есть, если мужчина к вам относится хорошо, вот, по вашему мнению. Да, то есть, тут надо еще разобраться в том, вообще, что это такое хорошо относиться. Как это хорошо относиться. А вы к нему как относились? Знаете? Почему вы говорите только о том, как он относился к вам? А как вы относились к нему? Знаете, какая штука? То есть, ну, вот это все, понимаете, да, не очень понятно. Ну, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд. То есть, если была потребность, если была потребность в том, чтобы в отношениях с мужем у вас все было хорошо, да, то, ну, наверное, для этого нужно было что-то делать, как минимум. Вот мужчина, он вас возвращал. Опять же, неважно сейчас, как бы, почему возвращал, да, чего хотел, ради чего он это делал. Это неважно сейчас, в данный момент это неважно. Важно, что он это делал. А что делали вы? Вопрос. Как бы, к вам. Без обвинений. Без обвинений. Я вас не обвиняю сейчас. Я просто хочу, чтобы вы подумали. Наверное, мужчина, как бы, возвращая вас, да, возвращая вас, наверное, мужчина чего-то ждал. От вас. То есть, он ждал, что вы, там, ну, как-то поменяете, может быть, к нему свое отношение, может быть. Может быть, он ждал, что вы действительно будете другой, как вот вы пишете нам дальше, значит, ну, дальше по тексту и так далее. Это неважно. В любом случае, он чего-то ждал от вас. Ему было что-то нужно. Дали вы ему это? Вопрос. Понимаете? Вот. Это вот, на мой взгляд, очень важная тема, очень важный момент. Потому что если вы не давали ему то, что нужно, если вы не реагировали на его какие-то желания, да, то, соответственно, его реакция, понятно. Вот. Потом я увидел, что он опять переписывается с девушкой. Вот. Не стал я ему говорить, а вчера меня просто прорвало. Вы знаете, интересный, конечно, момент получается. То есть вы ушли из-за того, что он переписывался с другой девушкой. Да? Ну и, возможно, изменял вам. Вот. Вы из-за этого ушли, он вас вернул, вы увидели его переписку, ничего не сказали. Вот. Почему? Что мешало сказать? Что помешало сказать вам то, что вы, ну, да, увидели, например, его переписку? Вот. Что помешало сказать? Конкретно. И естественно, что вы не обреагировали, вы не обреагировали свои эмоции, они у вас копились, они у вас копились, копились, копились. И в итоге, вас порвало, конечно, ведь недовольство-то растет, оно ведь не девается никуда. Недовольство. К сожалению. Негатив, если есть, он же не девается никуда, не исчезает. Понимаете? Понимаете? А вот. А вы, вы надеялись, что он исчезнет. Видимо. То есть такая, знаете, провиджа, а то, что не вижу, того нет. Ну вот, к сожалению, к сожалению, это не работает. Так. Далее. Значит, ага. Начали ругаться из-за мелочи. Нет. Опять неправильно. Не начали ругаться из-за мелочи. А как? Я начала ругаться из-за мелочи. Я начала ругаться. То есть не мы с мужчиной, это избегание ответственности. Понимаете? Это перенос ответственности. Не мы, а я. Я начала это делать. Значит, получился грандиозный скандал. За то, что я знаю про его переписки, я сказал, что чувствую, что опять начал общаться. Не очень понятно. Не очень понятно. За то, что я знаю про его переписки, я сказал, что чувствую, что он опять начал общаться. Может быть, получился грандиозный скандал из-за того, что вы знали про переписки. А почему эти переписки есть, вы знали? Знаете, вы все время имеете дело со следствием. Вы имеете дело с последствиями. Но вы не имеете дело с причинами. Знаете, какая штука? Получается. Далее. Я сказал, что чувствую, что он опять начал общаться. То есть, вы не сказали, как есть, вы ему не доверяете. Он собрался собирать вещи. Говорит, что я его достал, а он так жить не может. Это уже очень теплее. Мужчина говорит вам, что вы его достали, что он так больше жить не может. Это хорошо. Значит, у него уже появилась некая такая позиция, некий такой, ну можно сказать, некий такой намек, некий намек на то, чтобы вам наконец рассказать, что же его все-таки беспокоит, что же его все-таки напрягает. Что же все-таки не дает мужчине себя чувствовать, ну как-то адекватно, да, что мужчине не дает чувствовать себя покойно. Например, он вам это все начал высказывать. Вот. И что произошло дальше? Чтобы вам подхватить и спросить, а почему он так не может? Что именно ему, ну, его не удовлетворяет и так далее. Но вы продолжаете. Ему нужна я была, а сейчас я изменилась, стала другая. Поэтому он и общается со всеми. Хорошо. Вопрос. Если он говорит, что вы изменились, то как вы изменились? Ну, хотя бы, хотя бы, по его мнению, как вы изменились? Если вы стали другой, действительно, если вы стали другой, если вы там, ну я не знаю, поменялись и так далее, и так далее, и так далее, да? Такое может быть. То в чем, как, почему, то есть нужно больше критики. Что мужчину-то не удовлетворяет? По факту. Вот. А не так, что вы изменились и все. И что это значит, что это означает, не очень понятно. Знаете, да? Такая штука. Дальше. Значит, ходит скандалит просто, чтобы я ему вещи собрал. А я сказал, что не буду этого делать. Так. Ну, понятно, что мужчина тоже копил какой-то негатив. То есть, понятно, что мужчина тоже не позволял себе, значит, каких-то эмоций, не позволял себе каких-то проявлений, ну, каких-то проявлений именно своих, да, то есть своих эмоциональных проявлений. Сейчас он как бы дал себе волю, да, сейчас он как бы, значит, позволил себе наконец-то быть вот тем, кто он есть. Сейчас он наконец, значит, ну, тоже вспылил, вот. И вы, как я понял, не оказались способны его принять. Как я понял, вы оказались не способны принять то, что он вам говорит. Воспринимая по сути только то, что он вас там как-то, как-то вот конкретно задевает. Вот. И все. По большому счету. Ну, согласитесь, это позиция довольно-таки такая вот. То есть, он ходит в скандале, вы говорите, что я не буду этого делать, но не буду этого делать, и что дальше? Что за этим стоит, за тем, что вы не будете это делать? А дальше то, что, ну, не будете этого делать? Хорошо. А дальше? Вот. Ну, как бы, если вы отрицаете что-то, то нужно что-то предложить. То есть, если вы не собираетесь с ним, например, рвать, если вы не собираетесь с ним расставаться, то нужно, чтобы вы, наверное, как-то... чтобы вы, наверное, тогда, ну, что-то ему дали, чтобы вы как-то отреагировали на проблему. Вот. А вы реагируете ли вы на проблему? Знаете, какая штука? Вот именно об этом я и пытаюсь вам сказать. Далее вы говорите. Далее вы говорите. Что я бы, я бы хотела, значит, все наладим. Уже очень я его люблю. Но начинать его уговаривать не хочу, я и так постоянно под ним в отношениях. Почему мы постоянно под ним в отношениях? Что это такое под ним в отношениях? Здоровые ли это отношения, когда вы под кем-то в отношениях? Понимаете? Вот. Я полагаю, что это такой очень важный момент. То есть вы говорите о любви, ну, к мужчине. Вы говорите о любви. Но вместе с тем говорите, что вы под ним. Это две, по сути, несовместимые вещи. Если вы любите мужчину, то вы не можете быть под ним. Никак. А если вы под ним, то вы его, к сожалению, не любите. Ну, то есть вы в нем нуждаетесь, конечно. Вы в нем нуждаетесь, конечно. Это да. Ну, а любви тут... Любви тут нет. На самом деле. Тут есть, может быть, потребность, может быть, нуждаемость, но не любовь. Кроме того, если вы говорите, что я бы хотела все наладить, что именно все наладить вы хотели бы? Потому что я его люблю. А как ваша любовь проявляется? Ваш мужчина неудовлетворен. Вы никак себя не проявляете в том, чтобы его удовлетворять. Потому что я не заметил, чтобы вы что-то делали для понимания причин его поведения. Как любовь-то проявляется. Вот. Он и так понимает, что я за ним трущусь и не хочу, чтобы он уходил. Непонятно. Он и так понимает, что я за ним трущусь и не хочу, чтобы он уходил. Это значит, что за ним трущусь. А если не хотите, чтобы он уходил, то зачем сами уходили тогда? Ведь ничего не поменялось. Как бы, ну вот как вы ушли, найдя его переписку, да? Как вы ушли. И он вас вернул. Так и сейчас вы снова увидели его переписку, опять, да? Вот. И вы уже не ушли. А чем руководствует это тогда? Почему тогда ушли, а сейчас нет? Надуется ощущение, что вам нравится, чтобы все было именно так, как вот хотите вы. Чтобы все было именно так, как вот вам нужно. Ну, может быть, чтобы, не знаю, зависело от вас. Может быть, чтобы было под вашим гамбролем. Вот. Ага. Чтобы все было так, как вот вы, ну, предугадываете, например. Так не бывает. Нужна четкая линия поведения. Нужна четкая позиция ваша по проблеме, которая есть у вас. И разбор этой проблемы. Вот. Именно анализ этой проблемы. И вот тогда, я думаю, ситуация вполне себе может нормализоваться. Вот. Даже не может, а нормализуется. Последовательность некая должна быть в вашем взаимодействии с ним. Так. Как поступить, не знаю. От чего хотите. Ну, вот, серьезно, например, на данный момент, я думаю, что нужно мужу действительно дать выплеснуть весь свой негатив, все свои эмоции. И, как бы, потом поговорить с ним и спросить, почему ты переписываешь, что тебе не устраивает, в чем я изменюсь, по твоему мнению. И там уже решить, можете ли вы измениться для него, как он хочет или нет. Если не можете измениться, как он хочет, то, соответственно, тогда стоит рассмотреть возможность развода или хотя бы временного поживания отдельно. Если можете, меняйте все. Если вы понимаете, что для вас это реально, сделайте это. Вот. Вести себя нужно спокойно и не вступать в ссоры. Вот. Помогите, пожалуйста. Молитесь, это глупо, но хочется сохранить эти отношения. А как, вот, вы говорите, хочется сохранить. Что вы сделали для того, чтобы эти отношения сохранились? Вот вы. Ну, помимо того, что вы, как бы, все время, да, под ним, как вы говорите. Может быть, он вам и изменяет, потому что вы под ним, потому что вы в нем растворяетесь, и у него нет возможности почувствовать, что вы женщина. А себе дать ощутить, что он мужчина с вами. Ну, так вот, стоит подумать, что именно вы можете сделать в этой ситуации. Как именно вы можете поступить. И вот тогда уже, тогда уже будет более понятно. Тогда уже будет более ясно, куда вам двигаться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.